Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров помирились. Ребята решили отложить обиды в сторону, сплотиться и выступить в конкурсе «Любовь года». А конкурс уже стартовал, и зрители голосуют за участников. На первом месте в голосовании сразу оказались Валера и Тата Блеменкранц. Валера рассказал, как они с Татой планируют назвать свою будущую дочь. Изначально они выбирали имя Мишель, а на данный момент приоритетное имя Бетти. Марина Тристановна на поляне воюет за комнату. Ее хотят выгнать из-за отдельных апартаментов, но она не уступает, потому что есть фиктивные пары – это Никита Шелюков и Юлиана Богомолова. Абрамсон-старшая считает, что ребята не продержатся даже 10 дней. Но если вдруг продержатся, то она сама уступит им комнату. Андрей Черкасов уже ведет лобное на острове любви. С ним вместе приехала Кристина Ослина. Сейшелы встретили очень тепло, пишет она в микроблоге. Лилия Четрару не расстраивается, что Сергей Захарьяш не взял ее с собой на встречу с отцом. Она все-таки надеется на скорое знакомство. Ну а папа Сергея посоветовал ему быть осторожным с Лилей. Роман Капаклы продолжает ухаживать за Мариной Африкантовой. Он сам собрал для нее букет цветов. Роман Гриценко поставил точку в отношениях с Машей Кахно. Он признался девушке без камер, что был с ней только ради проекта. А когда он узнал, что девушка по-настоящему влюбилась в него, то не стал обманывать, что у него есть чувства. Расстроенная Маша сейчас на выходном дома. В сети обсуждают, сколько же Ольга Бузова заработала на своем разводе всего лишь за полгода. А заработала она 30 миллионов рублей, и это далеко не предел. Например, сейчас рекламный пост в ее инстаграм стоит 250 тысяч, против прежних 120. За полтора миллиона она выступит в качестве ведущей на празднике. И всего лишь миллион рублей стоит 45-минутный концерт Бузовой, как певицы. Ольга Рапунцель в эфире сдала своих коллег по шоу. Она озвучила, сколько на самом деле лет, Африкантова и Кахно. Если верить Рапунцель, Марине исполняется 30, а ее подруге 29 лет, но никак не 26, как врет Маша. Катя Колесниченко снимает музыкальный клип на песню «Охотник». Песня выйдет в свет в августе, а клип в середине сентября. Главным героем клипа станет Алексей Панин. «Бывший участник Дома-2 Антон Шоки решил улететь в США». «Я решил улететь», пишет он, «носовсем». «Спасибо всем, кто был рядом и помогал мне. Я вас люблю». Лера Фрост посетила пластического хирурга, того же самого, который оперировал Лилию Четрару. Лера тоже планирует сделать ринопластику и увеличить грудь, но пока она не может определиться с размером – третий или четвертый. Элина Камерен показала нос крупным планом после недавней ринопластики. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.